Не каждое утро в эту студию приходят чемпионы мира, а между прочим, в этой студии их достаточно много. Я с удовольствием вам представляю команда юниорок по рафтингу Енисеюшка. Там за кадром сейчас звучат аплодисменты. И их тренер Екатерина Алексеевна Кожанова. И я спешу вас поздравить, поскольку, я так понимаю, речь идет о недавней победе на чемпионате мира по рафтингу. Да, это был чемпионат мира и первенства мира, который проходил в Индонезии. Проходил он с 28 ноября по 8 декабря. То есть достаточно насыщенные такие 10 дней были у девчонок. Девчонки сначала выступали в юниорском составе до 19 лет. И затем вместе со мной мы сидели в одной лодке и выступали уже во взрослом чемпионате. Елена Алексеевна, давайте прежде всего поймем, что такое рафтинг. Потому что у всех у нас очень общее представление об этом. Я считаю, что, ну, по крайней мере, все, что я знаю об этом, это какой-то такой экстремальный вид спорта. На каком-то, значит, надувном плоту по горной реке ты несешься со сверхзвуковой скоростью. Без особой надежды, что доплывешь до финала в целом. Насколько я прав? Насколько это действительно экстремально? И я даже не знал, что это вот такой профессиональный вид спорта, что проводят чемпионаты мира. Мне казалось, что это какое-то такое развлечение на курортах Турции. Ну, на самом деле, это развлечение тоже есть. Но это достаточно экстремальный вид спорта. Это большая надувная лодка, в которой сидят либо 4 человека, либо 6. То есть он так и называется R4 и R6. Это международный вид спорта. Он не олимпийский, но международно признанный. И за границей это достаточно развитый вид спорта. Очень много спортсменов, очень много любителей занимаются этим видом спорта. И категория рек, начиная по международной категории 3-4+, очень сложно. И технически сложно выполнять элементы. То есть это экстрим полный. Вот прямо сейчас мы видим кадры, как проходили соревнования. Этот чемпионат проходил. Девушки, вот смотрю картину. Мы даже не знаем, где это происходит. Мы видим, что это соревнования. Хочется понять, как это в принципе устроено, как это происходит. На соревнованиях проводятся 4 дистанции. Первая дистанция это спринт, когда каждый индивидуальный экипаж стартует. И показывает результат на коротком промежутке времени. Дальше по результатам спринта выстраиваются пары. И уже по олимпийской системе на выбывание пары. И параллельный спринт называется head to head. Третья дистанция это дистанция с лалом. Все, наверное, смотрят по телевизору горные лыжи и видят, что такое с лалом горной. Примерно то же самое происходит и здесь. Только вешки висят над водой. И технически сложная дистанция грамотная. С преодолением бочек, валов огромных. Девушки должны пройти, преодолеть створ ворот, не задев вешек. И четвертая дистанция это длинная гонка, которая проходит примерно где-то в районе часа. Скажите, чемпионаты мира всегда проходят вот в таких замечательных местах? Идонезия, Бразилия. Я просто резко захотел заниматься растием. Ну, на самом деле, последние года чемпионаты мира происходят в достаточно экзотических странах. С одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, это финансово накладно, потому что вот последние три года чемпионаты мира проходили. Это была Новая Зеландия, прошлый год это была Бразилия, в этом году была это Индонезия. Следующий год это будут Арабские Эмираты, через год это будет Япония. То есть, ну, финансово это очень затратно. Я удивлял, что в Арабских Эмиратах, кроме песка и нефти, есть еще реки какие-то? Там есть реки, есть искусственные каналы и очень красивые. А вот вы у нас здесь, где тренируетесь так, чтобы становиться чемпионками? На мане, наверняка? Да, нет, не на мане. Вообще, это девчонки ученицы одной школы, гимназии 11, без какого-либо селективного отбора. То есть, вот кто пришел к нам заниматься, с тем и мы работаем. Мы занимаемся в спортзале школы. У нас есть родной наш Енисей-батюшка, который не замерзает. То есть, сезон мы начинаем в апреле, заканчиваем в ноябре. В варежках, в шапках, можно сказать, в валенках. Зимой пытаемся заниматься в бассейне. Есть тренажерный зал у нас в школе. Ну и, конечно, большая общефизическая подготовка. Это лыжи, кроссы, велосипеды, ролики. Екатерина Алексеевна, вот вы упомянули про горные лыжи. Да, мы часто видим горные лыжи по телевизору, соревнования разных уровней. А почему мы не так часто видим по телевизору соревнования по рафтингу? Вообще, вот в каком состоянии находится этот вид спорта, я имею в виду в России, в Красноярске, существует ли федерация? Как вы вообще справляетесь с этой историей, добиваясь результатов, да еще организовывая, я так понимаю, за свои средства поездки в ту же Новую Зеландию? Значит, у нас в крае создана федерация гребного слава и рафтинга, но это общественная организация, естественно, никакого финансирования нет. В городе у нас есть три детских клуба, которые занимаются рафтингом. Раньше, вообще, история рафтинга в России, она идет, конечно, с центральной части России. В 90-х годах это была питерская команда, которая выиграла, в свою очередь, Кэммл Трофи, выиграла как раз чемпионат мира. И, естественно, первые зачинатели именно вот рафтинга, это была питерская команда. Один из ее членов, это капитан команды Сергей Петров, в этом году участвовал в чемпионате мира, тоже в сборной России. И в этой же команде ветеранов сидели и наши парни, Евгений Калмаков, Юрий Кожанов на чемпионате мира. Сейчас, конечно, рафтинг больше перешел все-таки к нам сюда, на восток, на север. То есть сейчас, конечно, приоритеты это Алтай, это Томск, это Красноярск. А вообще, что-то, прости, я просто хотел закрыть этот вопрос, существует какая-то программа развития рафтинга в России? И как-то, в общем, ну хоть что-то делается для того, чтобы, ну, этот вид спорта стал, может быть, не таким популярным, как горные лыжи, но хотя бы приблизился по уровню популярности. К тому же, что там у нас олимпийский вид спорта? Камни по льду, как это? Керлинг. Керлинг. Вот мне странно, керлинг олимпийский вид спорта, а рафтинг? Ну да, наверное, этим все и сказано, что рафтинг это не олимпийский вид спорта. Хотя, если взять другие не олимпийские виды спорта, в которых идет финансовое вливание, достаточно большие, да, то в рафтинг финансовых вливаний ноль, то есть все поездки, которые мы осуществляем, это поездки за счет родителей, за счет своих собственных средств. И, ну, такие копейки, которые мы там, бывает, выделяют нам спорткомитет, это, конечно, капля в море. Девушки, давайте с вами пообщаемся. Как вы успеваете все-таки совмещать учебу и становиться чемпионками мира? Как, кто, 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 вы сможете это иметь? Кто самая разговорчивая? Давайте я. Ну, я учусь в спортивном учреждении в колледже Олимпийского резерва, поэтому мне с этим делом проще. Некоторые у нас учатся в военном университете, и поэтому они, например, уезжают из дома в 5 утра и приезжают в районе 7 вечера прямо на тренировку. И, как бы, это для них очень тяжело, и у нас бывают ночные тренировки, потому что гребли – это такой вот спорт, в котором нужно работать ежегодно, команды, да. И поэтому мы, например, после одной тренировки едем на ночную тренировку, едем спать, и бывает на утренней тренировке тоже едем. Ну, а ночная тренировка – это во сколько, подразумевается? С 10 до 12. С 10 до 12. И еще вот у меня такой вопрос. Я, наверное, очень трусливый человек, для меня это действительно очень экстремально, то, что мы сейчас увидели. Не страшно вам? Не боитесь, что пучина как-то поглотит вас? Потому что вы, конечно, так не считаете, но для меня вы дети, и дети вам не страшно? Хочу я спросить. Нет, можно я отвечу на этот вопрос? На самом деле, вы же тоже в школу приходите, вы же не сразу пишите предложения и сочинения километровые на всю тетрадь. Вы сначала учите рисовать палочки, крючочки, закорючки, кругляшочки, потом соединяете это в булочки, в слова, в предложения. Также и здесь, естественно, никто не бросает маленьких детей в пучину морскую. Естественно, сначала все это наглоди в бассейне, подготовительно, естественно, это безопасность в первую очередь, то есть обязательное снаряжение, спа-жилеты, каски и так далее. Очень много медалей вы привезли. Как я понимаю, что здесь они и серебряные, и бронзовые, и золотые. Это все вы на одном чемпионате завоевали? Или это у вас за несколько лет накопилась уже такая коллекция? На самом деле, мы привезли медали, вот все, что с белыми ленточками, это медали, которые мы привезли с этих соревнований, это чемпионаты первенства мира с Индонезии. Вот с голубенькими ленточками, с триколором, и вот это чемпионаты прошлого, медали с прошлого чемпионата, это чемпионаты Европы, чемпионат мира, это Бразилия и Словения. Они в этом году проходили тоже? Да, это в этом году были. Все, у нас практически последний вопрос. Вот привезли столько медалей, честь страны, вы первые, вы чемпионы мира. Например, там страна что-нибудь сказала, там спасибо, или как-то это вообще, вот никакой реакции. Как это происходит? Чувствовали его. На самом деле, немножко обидно, когда приезжаем, да, и, ну, все ровно. То есть, ну, это, наверное, все-таки неправильно, потому что, ну, по крайней мере, когда я выиграла свой первый чемпионат мира, домой приехала, у меня мой отец спрашивает, ну, и сколько ты шла к этому? Я посчитала всего лишь 25 лет. Девчонкам потребовалось немножко меньше. 6-8. Ну, давайте не будем грустить, давайте будем надеяться, что все-таки как-то обратят внимание в любом случае от нас. Что в планах? Какой чемпионат? И вам где, вот следующий чемпионат мира где проведется? Следующий чемпионат мира будет проходить в Абудаби, Арабские Эмираты. А, да, все точно. Да, на самом деле была мечта, конечно, так как девчонки еще все-таки маленькие, по возрасту маленькие. Мечта была выиграть первенство мира, мечта сбылась, мечта изменилась. У нас впереди чемпионат мира взрослой.